Книга «Открытым оком», том 3, вопрос 1084. Тема «Грех». «Как объяснить, что растление души – очень тяжкий грех?» – отвечает Игнатий Тихонович Латвин. Слово «растление» означает разлом, разложение, порча. «Когда случается растление малолетних, то закон беспощаден к таковым. Но мы говорим о душе. Это касается безбожия. Но здесь все в такой неприкрытой наготе и грубости, что только совершенно испорченная душа может принять материалистическое скотское учение. Жил, умер и все. Это учение диких животных. Жизнь для пуза, для червей. Но вот когда душа жаждет спасения, а духовные наставники, духовники приучают чтить их, исповедоваться по несколько раз на день перед ними и непрерывно засевают душу неевангельскими словами, это самые настоящие духовные растители. Они не накладывают кипятими из-за согрешения по канонам, а придумывают свои клоунские наказания, и люди снова и снова впадают в те же грехи, самые грубые и отвратительные. Иеремея 6.14. Врачуют раны народа моего легкомысленно говоря, мир, мир, а мира нет. Такими лжепастырями сегодня переполнена церковь. Обольщают принятие монашества, постригают их, как баранов, глупых и доверчивых, а потом пашут на них. Разговариваешь с такими послушниками, а у них за душой нет ничего, кроме тусклого, пустоцветного слова. Послушание превыше жертвы. Никого не судите, то есть не трожьте нас. Тяжи дух мирен, то есть заткнись со своей Библией и не лезь к нам, дай нам навлавствоваться в сласть. Духовное растление настолько страшнее телесного, насколько душа выше тела.